Несмотря на то, что вы сейчас смотрите ролик про настройку рекламы, наверняка каждого из вас бывают периоды, когда она раздражает. Все иногда мы хотим посмотреть просто сериальчик, и тут мы видим, как нас преследует назойливая реклама услуг, которые нам не интересны. Вы можете сказать, ведь можно же настраивать рекламу, таргетировать по запросам и интересам. Но поверьте, стоит вам просто поискать какую-то информацию, например, для вашего друга, или же просто что-то поискать в Яндексе, как реклама начнет преследовать вас изо дня в день на ваших любимых сайтах. Это особенность настройки рекламы в сетях, в контекстной медийной сети Google и рекламной сети Яндекс. Такая реклама имеет одну общую черту, она показывается незаинтересованным пользователем. Всем нам очень хочется настроить рекламу конкретно для нашего клиента, который вот-вот постучится к нам на сайт и совершит заказ или потребует от нас какую-либо услугу. Это мечта любого рекламодателя. Ранее мы уже рассказывали, как вернуть нашего пользователя на сайт при помощи Facebook или же Google Ads. Но что делать, если большая часть трафика идет из Яндекса? Меня зовут Алена Полюхович, и в этом ролике я хочу более подробно остановиться на настройке ретаргетинга в Яндекс.Директ. И мы сможем вернуть именно целевую аудиторию на наш сайт. Сегодня я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, которые задают мне как опытные, так и не очень рекламодатели. Во-первых, что такое ремаркетинг? Это вид рекламы, который включает в себя комплекс подходов и возможностей для возвращения аудитории, которая уже побывала на нашем сайте. Вы можете подумать, что самый очевидный вид ремаркетинга – это все посетители нашего сайта. Но это будет не совсем верно, ведь существует куча людей, которые заходят на наш сайт, не пробывают там и 30 секунд и просто его закрывают. Рекомендую посмотреть это видео до конца, и я покажу, как правильно настраивать именно такой тип ремаркетинга. Второй тип ремаркетинга направлен на посетителей определенных разделов вашего сайта. Например, у вас огромный интернет-магазин электроники, где вы продаете ноутбуки, планшеты, компьютеры, смартфоны и так далее. Вам выгодно показывать акции по определенному разделу товаров. Соответственно, вы настраиваете таргетинг на посетителей определенных страниц вашего сайта. Если пользователь посетил одновременно, например, два раздела, то он автоматически попадает в две группы ремаркетинга. И вы ему будете показывать как предложение, например, с ноутбуками, так и предложение, например, с фотоаппаратами. Следующий вид ремаркетинга можно настроить на тех пользователей, которые добавили ваш товар в корзину, или же изучали ваш прайс-лист, или же скачали демо-версию вашей утилиты, или же используют бесплатный период теста вашего сервера. Таким пользователям вы можете показывать более мотивирующее выгодное предложение в ремаркетинге. Например, добавив промо-код на какой-нибудь товар. Тем самым вы мотивируете пользователя вернуться на ваш сайт и оплатить заказ или услугу. Теперь мы переходим ко второму вопросу. Как же показывается ремаркетинг? Многие рекламодатели знают, что самая целевая реклама – это та, которая выводится в поиске. Мы спрашиваем что-то у поисковика, он показывает нам результат. Первая выдача – фактически вся забита рекламой. И тут возникает вопрос, так есть ли смысл тогда тратиться вообще на любые другие виды рекламы? Ремаркетинг работает немножко иначе. Он показывает свою рекламу на сайтах партнеров. И тут логичный вопрос. То есть ремаркетинг – это всего лишь баннерная реклама? Не совсем верно. Яндекс недавно стал тестировать видеообъявления. Эффективность их пока что не очень высокая и находится все в бета-режиме. Поэтому я рекомендую вам сосредоточиться на создании все-таки хороших и продуманных баннеров. И тут мы переходим к третьему вопросу. А мужчины вообще кликают баннерную рекламу? И мужчины, и женщины одинаково переходят по рекламе. 49% кликов приходится на поиски на мужчин. 51% на женщин. В сетях немножко по-другому. 51% кликают мужчины, 49% кликают женщины. По баннерной рекламе и вообще в целом по рекламе переходят как мужчины, так и женщины. Видеообъявления чаще смотрят мужчины, но просматривают до конца все-таки именно женщины. Всякие рекламы со скидками смотрят одинаково и кликают абсолютно все – и мужчины, и женщины. Но женщины ищут их чаще. Логично сюда напрашивается четвертый вопрос. Существуют товары исключительно для женщин и исключительно для мужчин. Стоит ли делить ремаркетинг по половому признаку? Яндекс опроверг гендерные мифы, которые часто встречаются у наших клиентов. Например, женщины довольно часто интересуются мужской одеждой, особенно в преддверии праздников, например, 14 и 23 февраля. Крупной бытовой техникой интересуются как мужчины, так и женщины. Услугами ателье или уборки, несмотря на распространенный миф, мужчины также интересуются. Вопросы по ипотекам и вкладам интересуют чаще даже женщин, чем мужчин. Мелкую бытовую технику женщины также смотрят и выбирают чаще. Так что не стоит полагаться на стереотипы, лучше сосредоточьтесь на подробном и хорошем изучении вашей целевой аудитории. Следующий вопрос. А как настроить ремаркетинг на пользователя, которого интересовали определенные товары? Это более сложный вопрос, и такой тип настройки подойдет владельцам крупных интернет-магазинов. Яндекс создал специальный инструмент Smart Banner. Работают они очень просто. Пользователь заходил на ваш сайт, просматривал определенные группы товаров. Вдогонку ему будет показываться реклама с похожими товарами. Во-первых, вам не нужно тут подбирать никаких ключей, заморачиваться над текстами объявлений. Система сделает все сама из-за вас. Во-вторых, все автоматически и регулярно обновляется. Вам тоже не стоит волноваться по этому поводу. Ну и в-третьих, это их интерактивность. Они существуют в разных форматах, показываются на разных площадках, и в зависимости от типа площадки могут меняться их форматы. Шестой вопрос, который часто мне задают клиенты. Можно ли настроить ремаркетинг на любой вид бизнеса? И как бы мне не хотелось сказать тут да, но нет. Рекламу нельзя настроить на какие-то интимные товары, услуги для взрослых, также на медицинскую тематику, на сюрпризы и подарки. Самый животрепещущий вопрос, сколько стоит клик в ремаркетинге? Вас очень удивит, что клик в ремаркетинге составляет в 10 раз дешевле, чем в РСЯ, и уж тем более, чем в поиске. Например, в тематике загранпаспортов клик на поиски может составить около 300 рублей, в РСЯ около 30 рублей, а в ремаркетинге всего лишь 15 рублей. Но стоит учесть, что стратегию назначения ставок в ремаркетинге лучше выбирать вручную. Оптимизатор ставок тут может сработать не очень хорошо. Ну что ж, давайте перейдем к практическим вопросам. Как создать аудиторию ремаркетинга в Яндекс.Директ? Забавно, что Яндекс.Директ называет ретаргетинг. По сложившемуся убеждению, ремаркетинг — это функционал Google AdWords, в то же время как Яндекс.Директ точно такой же функционал называет ретаргетингом. Для того, чтобы создать аудиторию, существует два способа. Первый — это создать цель и создать аудиторию на достижении этих целей. Второй более простой метод — это создать аудиторию через сегмент. Открываем в Метрике любой отчет, заходим в сегмент, выбираем, например, аудиторию, там, по поведению на сайте и времени, проведенному на сайте, и нажимаем «Сохранить как». Фактически вы можете выбрать любой критерий, который доступен в Метрике для сегментации аудиторий. И здесь огромное поле для работы маркетолога. Вы же, как владелец своего бизнеса, должны точно понимать и чувствовать свою целевую аудиторию, и понимать, кто является покупателем вашего продукта или же товара. Конечно, если же у вас на сайте поток около 3000 человек в месяц, вы можете особо не заморачиваться над сегментированием аудиторий. Но если же у вас огромнейший рекламопоток, и вы не хотите сливать деньги на показ рекламы ненужной аудитории, я рекомендую все-таки провести брейншторм и определить свою аудиторию. Какие идеи можно использовать для создания аудитории ремаркетинга? На примере большого интернет-магазина, например, возьмем аудиторию 1, те, которые посещали определенные категории ваших товаров. Этим людям вы можете показывать рекламу на сопутствующий товар, например, на аксессуары к выбранным им товарам. Когда вы будете выбирать, что именно им крутить в рекламе, обязательно выбирайте дешевый товар, а не дорогой. Из всех товаров, которые вы выберете для рекламы, остановитесь на тех, у которых есть конкурентное преимущество. Поверьте, никто не захочет покупать товар, который стоит в два раза дороже, чем у конкурентов. Возьмем аудиторию 2, те, которые положили товар в корзину и ушли. Показывайте им в рекламе те товары, на которые сейчас распространяется акционное предложение. Если вы можете сегментировать по категориям товара, сегментируйте. Например, пользователь смотрел раздел фотоаппарата. Показывайте ему в рекламе те фотоаппараты, на которые сейчас у вас действует скидка, либо же какое-то другое акционное предложение. Аудитория 3. Например, у вас есть сайт услуг и у него есть блог. Ну, например, как наш сайт SeoQuick. Вы прекрасно знаете, что показывать рекламу услуг той аудитории, которая о вас ничего не знает, это просто выкинутые на ветер деньги. Но если вы настроите ремаркетинг на посетителей определенных страниц вашего сайта, то есть те люди, которые читали определенные статьи вашего сайта, или же на тех людей, которые пробыли на вашем сайте больше среднего времени визита, реклама получится более целевой, а пользователи начнут более тепло реагировать на вашу брендовую рекламу. Более подробно расскажет Любовь Бутенко, официальный представитель Яндекс.Директа. Переходя к сценариям, давайте посмотрим подробнее, как ретаргетинг может помочь решить задачи вашего бизнеса. Наиболее классический сценарий – это, конечно же, завершение покупки на сайте. То есть условие «побывал на сайте, не отказ, не отправил заявку». Другими словами, клиент побывал на сайте однажды, но мы возвращаем его на ту же страницу. Здесь нужно быть очень внимательными и следить, чтобы сценарий не был простым возвратом. А клиент был промотивирован какой-то скидкой или предложением. Другой популярный сценарий – это брошенная корзина или заявка. Условие «побывал на сайте, не отказ, положил товар в корзину, до заказа не дошел». Хороший сценарий, но, опять же, важно проверить, что ссылка ведет на корзину с товарами, которые были выбраны ранее. Моя цель – показать вам как можно больше самых неочевидных сценариев, так как в них действительно кроется очень большой потенциал. Таким сценарием может быть использование смарт-баннеров. Смарт-баннеры – это формат интерактивных баннеров с динамическим контентом. Так ваш клиент точно узнает товар, который он смотрел, и с большей вероятностью перейдет на сайт снова. Следующий сценарий – возвращение после медийной рекламы. Это сценарий, когда мы таргетируем нашу рекламу на пользователей, которые видели медийную рекламу вашего бренда, и таким образом они уже чуть более подогретая аудитория. Самое время прийти к ним с конкретными баннерами в директе, с call-to-action «Дорогой друг, ты же посмотрел наше видео, теперь можешь приобрести наш товар». Полученный сегмент можно совмещать с другими для более точного таргетинга. Допустим, выделить тех пользователей, которые видели медийный баннер и при этом часто бывают в определенном районе. Для этого нужно выделить сегмент на основе геолокации с помощью окружностей или полигонов, что важно для аудитории. Чем ближе, тем лучше. Это относится и к парикмахерским, кафе, фитнес-клубам, сервисам доставки еды и так далее. По сути дела, идеальный вариант — это написать «Мы рядом в стольких-то минутах от вас». Вы можете выделить пользователей, которые находятся в определенном районе прямо сейчас, бывают там регулярно, или же столько-то дней в течение последних недель или нескольких месяцев. Главное здесь не перегибать палку. Слишком узкий таргетинг не приносит ощутимых результатов. Другой хороший вариант — комбинировать тех, кто видел медийную рекламу, с теми, кто относится к похожей аудитории по конкретному признаку. Допустим, стиль жизни, интересы, либо профессии. Ну что, пойдем дальше. Следующие два сценария относятся к тем, кто уже является вашим покупателем. Дополнительные продажи. То есть, если клиент купил телефон, предложите ему чехол или зарядку. Регулярные покупки. То есть, собачий корм, детское питание. Абсолютно все то, что регулярно заканчивается и требует пополнения. И следующие три отличных сценария, которые относятся больше к мобильным приложениям. То есть, возвращение пользователя в приложения, которые фактически очень похожи на завершение покупки на сайте. Также кросспрома ваших приложений, что может быть наглядно представлено в кейсе, Яндекс.Драйв и Яндекс.Такси. И расширение продукта или услуги. Тот самый случай, когда вы можете рассказать о том, что у вас появился новый герой или еще какое-то интересное обновление. И теперь мы переходим к практической части нашего ролика. И я покажу, как настраивать ремаркетинг на примере нашей компании. Итак, чтобы нам создать компанию ремаркетинга в Яндекс.Директе, нам для начала необходимо создать нужную нам аудиторию. То есть, первым действием мы заходим в Яндекс.Метрику, выбираем необходимый нам счетчик, переходим в него и переходим непосредственно в отчеты, по которым мы будем создавать сегмент. Допустим, я покажу сейчас на примере аудитория, которая провела конкретное время на сайте. Выбираем стандартный отчет. Видите, здесь есть их множество вариаций. Мы выбираем аудиторию и здесь выбираем время на сайте. После этого нам необходимо будет нажать на условия сегмента, то есть визиты в которых, выбрать поведение и время на сайте. Открывается такое менюшечка, где вы можете выбрать секунды, либо же минуты. Мы выбираем минуты и выбираем, ну тут вы видите, больше, меньше, равно, от, и до. То есть вариаций много. Мы выберем больше трех минут. Нажимаем применить. То есть все, сегмент создан и нам осталось его просто сохранить. Нажимаем на сегмент одно условие и сохранить как. Называем его так, чтобы мы понимали, что это. Мы так и назовем больше трех минут на сайте. Сохраняем. Собственно, это первый вариант, как можно это сделать. Вы видите, что здесь можно на самом деле сделать кучу всяких вариантов. Например, вы можете сделать также вариант, когда пользователь посещал определенные страницы на вашем сайте. То есть для этого мы заходим опять-таки в отчеты, в стандартные отчеты, только теперь выбираем не аудиторию, а содержание и страницу входа. После этого мы выбираем также сегментик, то есть этот мы закрываем. Выбираем визиты в которых, выборах, поведение, просмотр и просмотр непосредственно URL. Открывается вот такое меню, где вы можете перечислить абсолютно все любые страницы, которые вам необходимы для настройки аудитории для ремаркетинга. Дальше, где же мы можем посмотреть, проверить, что мы там насоздавали? Мы заходим уже непосредственно в сам Яндекс.Директ. Открываем наши, ну где у нас компания и так далее. Переходим в общие списки. Видим ретаргетинг и аудиторий. Заходим непосредственно сюда. Создаем новое условие. И мы называем это новое условие, ну как угодно, чтобы вы понимали, что это. Называем ремаркетинг больше трех минут, например. Так, цель метрики. То есть вы можете же выбрать из цели метрики для ремаркетинга настройка аудитории. То есть, например, посетители всего сайта. Например, видим вот здесь сайта посетил, сайт активный пользователь. Но мы сейчас показываем на примере сегмента. То есть мы выбираем не цель метрики, а сегмент метрики. И здесь открываются наши созданные уже сегменты. Ну, либо же вы можете, кстати, зайти вот сюда и настроить сегментные метрики непосредственно через это меню. Ну, у нас они уже созданы. Выбираем наш сегмент. Внизу мы видим, что система прогнозирует нам количество посетителей. Это все приблизительно. Здесь мы выбираем сколько дней. Например, 30 дней можем изменить, 90 дней и так далее. И нажимаем, главное, сохранить. Все создано. Ну, теперь осталось только настроить нам компанию. Переходим к настройке. И здесь просто нажимаем создать компанию, текстово-графические объявления. Так, дальше. У вас такого не будет, если вы не агентский аккаунт. Не волнуйтесь. Называем компанию так, чтобы мы понимали, что это за компания. То есть мы ее так и называем ремаркетинг. Выбираем временной таргетинг, который нам необходим. То есть здесь мы все делаем, как обычно, как в любой другой компании. Так, я ставлю с 16 часов. Время корректируйте под себя. Смотрите, когда у вас больше всего лидов, заказов. То есть анализируйте все это и потом уже выбирайте. Регион показов настраиваем. Где мы собираемся крутить нашу компанию, где будем ее показывать. Я выбираю Россия. Расширенный географический таргетинг. Мы помним, что это работает, если человек не находится, например, в России, как я сейчас выбрала, находится там в Украине, например, но интересуется какой-то услугой в России. Тогда мы ему тоже будем показывать рекламу. То есть в таком случае мы галочку оставляем. Если же нам это не нужно, то мы ее убираем. Дальше управление показами. Выбираем стратегию. Здесь очень важно это выбрать, так как ремаркетинг у нас показывается в сетях, то нам обязательно нужно не забыть поставить только в сетях. Указываем средний дневной бюджет, который мы хотим. Например, я оставлю 300 рублей. Не забываем нажать на распределенный бюджет, чтобы бюджет равномерно распределялся в течение дня. И нажимаем сохранить. Так, останавливаем объявление при неработающем сайте, чтобы зря не крутилась реклама. Корректировки. Ставок здесь вы можете также настроить, например, на мобильный, там увеличить на 50%, если вам это необходимо. Дальше заполняем визитку. Я уже ее заполнила, чтобы не тратить время на заполнение, чтобы вы смотрели, как я ввожу города. Как бы здесь просто пишите свое местоположение, номер телефона, как называется ваша компания, контактное лицо, с кем будет непосредственно, кому обращаться пользователь. Время работы выставляете, адрес свой. Если вы уточнили адрес правильно, он существует, на карте появится зелененькая галочка, то есть ваш адрес определен, появится станция метро, если она есть. Вводите свой имейл, вводите свой скайп, либо же любой другой пейджер, с которым можно по вам связаться, то есть ICQ, мейл агент, что у вас есть. Пишите о своей товаре или услуге подробно, что вы можете рассказать. И переходим дальше к метрике, к полю. Здесь вы вставляете свой счетчик метрики, это обязательно, не забывайте это делать, иначе никаких данных вы не получите, не сможете ничего проанализировать. Размечаете ссылку для метрики, появлялась новая менюшка, диалоги, чат с оператором, но здесь вам поможет настроить ее программист, от вас тут мало что зависит, то есть что такое чат с оператором. Это чат, который будет создан в Яндекс.Диалогах, он будет подключаться к вашим рекламным объявлениям, которые будет видеть пользователь, то есть он сможет начать диалог с представителем компании в соответствии с тем, как вы настроите сценарий. И клик по этой кнопке будет считаться кликом по объявлению. Вы можете подробнее перейти, почитать по всем этим ссылочкам, там очень много полезной информации, и в частности для вашего программиста. Переходите к уведомлениям, настраиваете почтовые уведомления, либо же смс-уведомления, вводите свою почту, либо же номер телефона, и переходите к специальным настройкам. Здесь мы видим запрещенные площадки и внешние сети, то есть мы помним, что в компаниях RSE мы добавляем площадки минусом, на которых не нужно нам, чтобы крутилась реклама, например, какой-нибудь Авито, да, и мы ее вставляем, в принципе, сразу при настройке рекламы. Но так как это ремаркетинг, мы не торопимся это делать, и пока что этот путь пропускаем. Минус фразы нам также не нужны, так как это компания в сетях. Дополнительные фразы нам тоже не нужны. Запрещенные показы по IP-адресам, ну, в принципе, если вы заметите, что вас будут скликивать, вы сможете это добавить чуть позже. Первый этап создания компании мы успешно с вами прошли, нажимаем волшебную кнопочку «Дальше». Так, переходим к созданию группы объявлений. Ну, как видите, я уже тоже все запомнила, чтобы не тратить время на писанину сейчас. Называем группу, так как, чтобы мы понимали, что она называется, то есть я называла ее «Пробую больше трех минут», то есть я понимаю, что эта группа ремаркетинга ориентирована на людей, которые пробыли на моем сайте больше трех минут. То есть вы называете так, чтобы было понятно вам, потому что вы можете создать несколько групп объявлений. Дальше выбираем тип объявления, то есть просто графическое, это обычный баннер у нас, либо же выбираем текстово-графическое, это текст вместе с картинкой будет. Заполняем заголовок 1, заголовок 2 и текст объявления. Напоминаю, что в объявлении ремаркетинга вы должны указать какую-то плюшку, то есть что-то, чем вы замотивируете пользователя, посетителя вашего сайта, который уже с вами знаком, все-таки перейти на ваш сайт и заказать услугу или же купить у вас товар. То есть я, например, использовала скидка на сбор ся 25%. Такой текст я не использую в обычных поисковых кампаниях для поиска новых клиентов. И это я использую исключительно для тех людей, которые уже изучали мой сайт, и им будет предлагаться вот такая вот скидочка и акция, которая их может заинтересовать. Ну и также в тексте объявления добавляю, например, бесплатный техаудит главной страницы. Ну, гарантируем вывод в топ поисковых систем. То есть вы обязательно что-то продумайте и напишите интересненькое. Вы вот здесь справа увидите базовый вид, как будут выглядеть ваши объявления и как будет оно выглядеть непосредственно в сетях. Дальше переходим в контактам объявления. Создаем ссылку на сайт, куда мы ведем, собственно, наших посетителей. И обязательно проставляем UT метку для того, чтобы нам потом было легче в метрике отследить, откуда перешел пользователь, с какой компанией и так далее. Поэтому обязательно вставляем в UT метки название вашей компании. То есть вот она, ремаркетинг. Я ее подписала, чтобы точно понимать, что пользователь перешел с ремаркетинга. Кстати, на нашем сайте есть бесплатная утилита для создания UT меток. Так что заходите, пользуйтесь. Быстро очень создается. И отображаем мою ссылочку, вставляем какую-нибудь. Так, например, заказать услугу. Вот, дальше переходим к виртуальной визитке. Она у нас автоматом подставится, если на первом этапе мы заполняли вообще визитку нашей компании. То есть нам уже тут, по сути, ничего делать не нужно. Если у вас есть какие-то цены, то есть вы что-то продаете или даже цены на услуги, это недавно появилось в директе, то есть цены в объявлении. Вы можете поставить свою цену, указать цену старую, которая была. Выбирайте здесь также валюту, в которой вы все это продаете. И префикс, то есть от, например, там 200 рублей, либо же там выбирайте до 200 рублей, как бы. Переходим в дополнение. Быстрые ссылки заполняйте обязательно, если они у вас есть. Ну, я уже заполнила, как обычно. В ссылках точно так же, когда мы в быстрых ссылках ставим ссылку, то также не забываем проставлять UTM-метку. И самое главное, видите, тут добавляйте описание к быстрым ссылкам. То есть если мы скроем, описания не будет. Я же советую вам открывать, вставлять описание. Это все повышает ваш CTR. Переходим к уточнениям. Уточнения либо выбирайте уже из тех, которые у вас есть, например. Сохраняете. Либо же вы можете ввести уточнение и добавить его. Но не забываем это делать. Это мы создали первое объявление. Вы же можете создать там два, например, три объявления, чтобы проверять, какой из них срабатывает лучше и так далее. Здесь мы переходим к этому последнему полю. Как бы нам не нужны ключевые слова, потому что мы все-таки настраиваем на аудиторию, которая у нас посещала наш сайт. То есть не по ключам таргетируемся. Поэтому мы здесь все пропускаем и переходим к пункту ретаргетинг и подбор аудитории. И здесь мы добавляем нашу аудиторию, которая у нас есть. Вот здесь все, что у нас доступно. Мы выбираем то, что нужно непосредственно именно нам. Это ремаркетинг больше трех минут. Нажимаем сохранить. Все. Вы все сделали. Нажимаете «Сохранить». Выполняется сохранение вашей компании. Здесь вы можете сразу проставить ставку. Например, ставим 10 рублей. Также нажимаем «Сохранить» и все. А, да, кстати, еще я забыла уточнить. Это картинку. Картинку нужно обязательно проставить. Но если вы забыли, как я это сделать параллельно, то вы нажимаете «Редактировать группу». Сейчас скроется ваше же меню. Итак, ищем нашу картинку. Вот оно, изображение. Добавить. Либо же вы загружаете из интернета, либо же вы выбираете из того, что у вас уже было, когда загружено в другие компании, либо загружаете с компьютера. Например, я там выберу из тех, что у меня уже были. Нажимаю «Сохранить». Все. Сохраняем. После настройки компании у многих возникает последний вопрос. А что же делать дальше? Многие думают, что настройка ремаркетинга – это одноразовая задача. Но поверьте, это вовсе не так. На своем собственном опыте я убедилась, что как только я вношу постоянно какие-то изменения в графику объявлений или же в его текст, компания начинает работать гораздо лучше. Поэтому мой вам совет – продумывайте наперед всегда все ваши акции и скидочные предложения. Средний срок жизни одной акции – около месяца. Если у вас есть какие-то плюшки, которые вы можете показать в ремаркетинге, компания будет работать гораздо лучше, эффективнее. CTR у такой компании будет значительно выше. Бессмысленно показывать одно и то же обычное объявление новому клиенту и аудитории ремаркетинга. А как часто вы обновляете свои объявления в компании ретаргетинг? Напишите мне об этом в комментарии. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Обязательно отвечу на все. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик. И удачных вам продаж! Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии, и я обязательно отвечу на все из них. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!